Семья Патархеевых и Зайхала проходит воображаемое болото. Это один из этапов 10-й спартакиады компании Алроса. В необычных забегах выявляли самую спортивную семью. Задача участников – установить палатку или прийти к финишу быстрее остальных с ребенком на руках. Для показавших лучшие результаты впереди не менее сложная задача. Представить район уже на республиканских соревнованиях в следующем году. Другие представители поселка Айхал – семья Тахир, самый старший из участников соревнований. Причем главе семейства Махамаду пришлось особенно непросто. Первая часть спартакиады Алроса прошла в марте на спортивных площадках Удачного и Айхала. А в минувшие выходные выявляли сильнейших в мини-футболе, волейболе, легкой атлетике, многоборье и перетягивании каната. По их результатам и определяли лучшую сборную среди трудовых коллективов. На стадионе «Триумф» мерили силами легкоатлеты. Сборной из Удачного пришлось сжатые сроки готовиться к соревнованиям. «К легкой атлетике, конечно, у нас сложно подготовиться. Если ГТО еще, опять же, не брать дистанции беговые, то отжимания, подтягивания – все это понятно, можно и среди года тренировать. То касаемо бега – тут проблемы, потому что север там все не растает». А вот спортсмены Мирненской сборной были уверены в своих силах и буквально летали на своих выступлениях. «Подготовка идет круглый год. Зимой мы бегаем в Манеже, тренируемся по футболу в Кимберлите, а летом выходим на «Триумф» тренироваться». По итогам всех прошедших этапов первое место заняла сборная трудовых коллективов Мирного. На втором представители Айхальского комбината замкнули тройку лидеров спортсмены из Удачного.